Петерболт, или петербургский сфинкс, это выведенная в России порода бесшерстных домашних кошек. Петерболды имеют характерную форму головы, длинную, узкую, с прямым профилем, миндалевидными глазами и большими, разведенными в стороны ушами. Идеальные представители породы выглядят как бесшерстные ориентальные кошки. Петерболды обычно дружелюбны, любопытны, активны, любят всех членов своей семьи и нуждаются в общении с людьми. Они не принадлежат к независимым кошкам. Петерболды хорошо уживаются с другими кошками и прочими домашними животными. Основные моменты и интересные факты. Порода петерболд была получена в 1994 году в Санкт-Петербурге в результате экспериментальной вязки донского сфинкса Афиногена Мифа и ориентальной кошки, чемпионки мира Радмы фон Ягерхов. Порода была создана российским филинологом Ольгой Мироновой при участии Татьяны Комаровой владелицы Афиногена Мифа. Из первых двух пометов были получены четыре котенка Петерболда – мандарин из Мурина, мускат из Мурина, неженка из Мурина и ноктюрн из Мурина. Эти четыре Петерболда являются основоположниками породы. В 1996 году порода была признана Селекционной филинологической федерацией, был принят стандарт породы с присвоением аббревиатуры ЭПТЭ. В 1997 году породу признала The International Cat Association и присвоила породе аббревиатуру ПЭДЭ, а в 2003 году порода была признана World Cat Federation с аббревиатурой ЭПТЭ. В настоящее время порода развивается в сторону экстремального ориентального и сиамского типа. Длинная мордочка, большие, разведенные в стороны уши, плоские скулы, высокие ноги. Поэтому все существующие стандарты породы разрешают Петерболдам вязьки с ориенталами и сиамами, а также с их полудлинношерстными вариациями, болинезами и иванезами. Внешний вид. Порода Петерболд была получена путем внесения в популяцию сиамо-ориентальных кошек доминантного гена бесшерстности ХРБДР, заимствованного у донских сфинксов. Кожа голых кошек ведет себя подобно человеческой. Потеет, когда жарко и загорает летом под лучами солнца. У резиновых, голорожденных сфинксов она очень чувствительна к облучению, пересыханию, механическим повреждениям и нуждается в защите, который может послужить смазывание детским маслом. В местах трения она приобретает усиленную пигментацию, а при отсутствии солнечного освещения теряет пигмент, сохраняя его лишь в мигрирующих зимних пятнах и родинках. При беременности и лактации пигментация усиливается. При отсутствии шерстного покрова окрас, словно татуировка, проявляется прямо на коже. Однако кожный пигмент дает лишь тень от цвета, поэтому трудно провести четкие разграничения цветовых вариаций основных и осветленных окрасов. К примеру, красный тигровый окрас будет выглядеть на полностью раздевшимся взрослым животном, так же как кремовый пятнистый, то есть визуально будет однотонно розоватым. Генетический окрас котенка может определить лишь заводчик, в первые дни жизни, пока еще сохраняется детская шерстка. У колорпойнтовых животных иногда лишь голубой цвет глаз взрослой кошки выдает ее принадлежность к акрамелоническим окрасам. На выставках проводится экспертиза без учета типа рисунка, а лишь на базе разделения по окрасам агути или не агути. У котят-сфинксов очень рано открываются глаза, причем это напрямую связано со степенью бесшерстности котенка. Если у велюровых и котят глаза начинают открываться с третьего по пятый день жизни, то голорожденные котята сразу рождаются с открытыми глазками. В то время как у всех остальных пород кошек раннее открытие глаз приводит к высыханию глазного яблока и слепоте, у сфинксов глаза с рождения нормально развиты, они жмурятся и моргают, а слезные железы нормально справляются с увлажнением слизистых оболочек. Однако этот же фактор у подросших сфинксов приводит к повышенному слезоотделению, что особенно заметно в процессе питания. Некоторые сфинксы плачут крокодилиями слезами в момент кормления. Также отличительной сфинксовой чертой является выделение так называемой кожной смазки и скопление ее вокруг когтей и в ушных раковинах, что вызывает порой панику у неопытных ветеринаров. На самом деле это не что иное, как дополнительная защита организма от воздействия окружающей среды. Если сфинкс, особенно светлых окрасов, выглядит несколько чумазым, не следует подвергать его кожу тщательному промыванию водой с кошачьими шампунями, а лучше протереть его тело тряпочкой, смоченной в специальном масле, предназначенном для детей. Как правило, у взрослых животных, сохранивших остаточную оброслость, такие чрезмерные кожные выделения отсутствуют, и хозяин может ограничиться лишь периодической чисткой ушных раковин. Также, как на структуру шерсти, ген бешерстности действует и на вибрисы. У гетерозиготных кошек они сохранены, но сильно извиты с рождения, что и помогает зачастую определить в первые минуты жизни носителя гена бешерстности. У гомозиготных кошек вибрисы либо отсутствуют вообще, либо могут быть сильно истончены и укорочены. Отличительные черты характера. Кошки дружелюбны, легко поддаются дрессировке. Редко можно увидеть сфинкса в угрожающей позе. По характеру сфинксы отличаются от обычных кошек. В их характере много собачьих черт. Также привязаны к хозяину, отзываются на имя, приходят, если их подозвать. Также петерболды очень многое взяли от сиамских и ориентальных кошек, разговорчивость, любовь к рукам и плохое восприятие одиночества. Тем, кто много работает, рекомендуется заводить пару животных. Цена и как правильно купить. Перед покупкой котенка лучше познакомьтесь с породой. Сфинксы Color Point рождаются полностью белыми, а окраска кончика носа, хвоста, ушей и лап, появляется через несколько дней после рождения. Устойчивые внешние признаки животные приобретают только к двухлетнему возрасту. Внимательно осмотрите котенка, пока он сидит. Если у петербургского сфинкса киль слишком высовывается, это, скорее всего, следствие подвывиха грудины, что расценивается как дефект. Нежно пощупайте хвост понравившегося петерболда. Он должен быть ровным, без складок узлов и пустого кожаного мешочка на кончике. На коже здорового котенка петерболда не должно быть следов экземы или прыщей, хотя небольшие царапины, оставленные когтями однопометников, допустимы. Цена петербургского сфинкса. Петерболды входят в двадцатку самых дорогих кошек в мире, поэтому образцовый представитель породы с элитной родословной и редким окрасом будет стоить около 1300 долларов США. Варианты с менее экзотическими окрасами, а также животные без права разведения, намного дешевле 400 долларов США. Самый экономичный вариант это сорт прямошерстный за 100 долларов США.